Ты что ли поп? Нет. А борода зачем? Указы не читал? Всем боярам в немецком платье ходить, парики носить, бороды брить чисто. На, держи свою мочалку. Петр Первый, сын известного русского царя Романова. Как вы знаете, у него отцом был Алексей Михайлович, поэтому он Петр Алексеевич. Другой вопрос, сохранился ли Петр Первый на протяжении всей своей биографии? Вот тут, к сожалению, я вынужден дать отрицательный ответ. Докажи. Дело в том, что когда-то он очень был дружен с немцем Лефортом, который все время ему говорил о том, что Западная Европа такая великолепная, такая замечательная, что туда непременно надо поехать. Правда, как поехать? Можно было, конечно, на корабле добраться, но Петр Алексеевич был категорически против путешествия на судах. Однажды он пережил уже кораблекрушение, он тонул, и это настолько врезалось ему в память, что он избегал садиться на какие-либо корабли. Это отговорки. Я обращаю на этот факт особое внимание, потому что он нам очень пригодится в дальнейших рассуждениях. Итак, Петр согласился и решил поехать. Но, конечно, не один. С ним поехало около двухсот семейств в Западную Европу. Вообще говоря, это планировалась небольшая такая прогулка, ну, примерно на две недели. Выяснилось, что он пропадал там два года. Если двести семейств, ну, даже если каждая семья состоит из двух, а некоторые из трех человек, если даже два или два с половиной, это уже пятьсот человек примерно. Но это хорошая свита. Другое дело, что он решил поехать под фамилией Михайлов. Но, поскольку тогда, так же, как сейчас в Болгарии, обычно за границей отчество не писали, а писали просто как бы вторую фамилию, то он поехал, как Петр Алексеев Михайлов. Но, поскольку он сын Алексея Михайловича, то он просто отчество сделал двумя фамилиями, Алексеев и Михайлович. Ну, и что интересно, когда он был за границей, с него писали портрет. Вот эти-то портреты очень любопытны для нас. Почему? Потому что первые портреты по его прибытии за границу, в Голландию, во Францию, показывают человека, который очень похож на его сына. Как вы знаете, первый сын от первого браку он был Алексей. И вот явно видны черты, черты сходства между его сыном и им самим. А мы привыкли к другому портрету, к портрету такому пучеглазому, ну, как вот везде он изображается. Оказывается, это совсем другое лицо. Ну, а поскольку я эпиграфист, и я знаю, что на иконах были вписаны неявные надписи, я предположил, что есть вписанные надписи и в этом портрете позднего, второго Петра. И когда я стал читать, я обнаружил, что там совершенно другая подпись. Ни Петр, ни Алексей и ни Михаил. Там написано, как ни странно, Анатолий. Более того, там написано, что он из Анкары. И еще, что удивительно, что в Анкаре существовал храм под названием Анатолий. То есть он, видимо, монах храма Анатолия. Меня это очень удивило в разговоре с Сергеем Альбертовичем Садли. Я ему рассказал о своем открытии, а он мне сообщил, что, скорее всего, этот человек голландец. Судя по его манерам. Дворянские дети, государь! Вы родились из Амстердама, в котором в городе обучались мореходному делу, навигации, эмоции! А-а-а! Биват вам, господа Гардемарине! Ну, в самом деле, давайте все взвесь. Приезжает якобы Петр Первый из-за границы. Никаких 500 человек с ним нет. С ним единственный, сопровожающий, меньший. Но с одним человеком договориться можно. Вы с 500-ми договорились. Дальше что он делает? Всех людей, которые его лично знали, он как-то удаляет. Прочь с глаз моих, холоп неблагодарный. Кого сажают в тюрьму, кого в монастырь, кого куда. Вплоть до своей собственной жены. Не правда ли? Очень удивительно. Дальше выясняется, что он, оказывается, большой специалист по абордажному бою на судах. А-а-а! Ну, я не гордый, сам к тебе подойду. То есть он прекрасно знает флотское дело. Как же так? Он же всю жизнь боялся вообще садиться на корабль. А тут он вдруг профессионал в ближнем бою на флоте. И это непонятно. Дальше. Он прекрасно говорил по-русски до поездки. После поездки он говорит на каком-то ломаном русском языке. Он говорит с большим акцентом. О, смотри, это мой дом. Он теперь и твой дом. Более того, он прекрасно осведомлен в разных западных языках. Чего, вообще говоря, у него не было. Умен, хорош собой. Наукам обучен за границей. То есть приехал совсем другой человек. Более того, он приехал чуть ли не на 15 сантиметров выше того, который уезжал. Но за два года на 15 сантиметров подрасти, это, по-моему, невероятно. Более того, оказалось, что у него совсем маленькая женская нога. У него, я не помню, кажется, 37 размер обуви. Тоже непонятно. То есть это непонятно. А дальше посмотрим, какими делами он стал заниматься. Вроде бы официальная наука говорит, что он прорубил окно в Европу. Но давайте смотреть, как он прорубил окно в Европу. Я вас научусь, какого конца редьку есть. На самом деле, такое впечатление, что не он нас познакомил с Европой. Он нам привнес европейские порядки. В самом деле. На Западе мужчины брились. Либо полностью сбривали растительность на лице. Я имею в виду усы и бороду. Либо иногда оставляли бакенбарды, но это редко. А во Франции было модно оставлять намек на усики и намек на бороду. То есть вот совсем крохотные усики на верхней губе и полосочку на бороде. Но русские привыкли к очень большой, крупной бороде. Ну, это показатель мужчины. Так вот, оказывается, ему это не понравилось. И он приказал всем сбривать бороду. Ну, а если купцы не хотели сбривать бороду, ну, ладно, тогда они давали отступного, так сказать, налог на бороду. То есть заплатив, можно было воспользоваться своим естественным правом обычного человека носить бороду. Ну, что это за безобразие. Всем боярам в немецком платье ходить, парики носить, бороды брить чисто. Виноват, виноват государь и батюшка, виноват. Ты не так, мы этим виноват. Деньги мои, одежды мои потратил. Царь приехал. Увидит ненароком бороду, фраза обкарначит. Ох, он на это проворит. Дальше. Русские женщины всегда были очень скромны. И если вы обратите внимание на русские наряды, они все были достаточно такими скромными, глухими. Никогда декольте у нас не было. Но он тут же стал требовать, чтобы русские женщины непременно наряжались в такие вот бальные платья с декольте, с вырезом. Более того, чтобы все устраивали так называемые ассамблеи. То есть обязательно и домашние балы. Всем плясать! Опять-таки русская женщина не привыкла быть, так сказать, центром внимания на балах. Ну, представьте себе, если она воспитана весьма скромно, и вдруг от нее требуют быть вот такой развязной. Ну, это очень неприятно было. Не только самой женщине, но и все ее родни. Скоро вовсе за голя бегать будут. Иди. Баганка. Бесстыжная. То есть это шло, ну, как бы принудительное навязывание западной культуры. Ну, и к тому же он всех нарядил в западное платье. Мужчина, женщина. Немецкая! Немецкая, одевайтесь! Также он всю армию перевооружит. Та армия, которая шла за его сестрой Софией. Это стрельцы. Стрельцы не столько за ней шли, сколько шли за тем бывшим Петром, чей образ он клянул. Он просто их велел казнить. Вот. Супостат на плахе. Ненавистник всех моих свершений. Сруби ему голову. Войска взбунтовалась. Говорят, царь! Не настоящий! То есть он, по сути дела, разрушал русское государство, а не строили. Другое дело, что в территориальных спорах с соседями он, естественно, отстаивал точку зрения России. Но не потому, что это Россия, а потому, что это та страна, где он правит. Просто раз он тут правит, значит, он не хочет терпеть ущерба. Только и всего. А не потому, что он уж так всей душой за Россию. Я тружусь, как рам, для блага России. Хочу насадить вокруг себя мужей державных. Мне помощники нужны, дел не проворот. Но тут же меня могут спросить, «Но какова судьба того самого Петра?» Это вот ценно. Судьба того Петра очень плачевная. Его поместили в Бастию, надели на него маску и назвали его «железной маской». У певца его никто не видел. Да, но мы забываем, что в то время тоже жили журналисты. Журналистика по Франции была очень распространена. И к числу журналистов относились и карикатуристы, которые писали замечательные гравюры. То есть не писали, там более сложная техника, скажем. Они вырезали на дереве гравюры и могли иметь массу копий с этой гравюры. И вот к числу такой гравюры относятся гравюры с названием «Железная маска». Ну, конечно, черты человека невозможно понять. Маска была, правда, не железная, а кожаная, но она лицо полностью скрывала. Но зато этот узник был показан на фоне своей камеры. А на камере четко было написано «Петр Алексеев Михайлов. Узник». Скажите, пожалуйста, во Франции много вы встретите Петров, Алексеев и Михайловых? Вообще Михайлов или Алексеев – это французская фамилия? Ну, сами понимаете. Тут все сходится и по годам, и по привычкам. Более того, выясняется, что «Железную маску» казнили в 1703 году. Если вспомнить, что династия Романовых заступила на престол в 1613 году, то получилось, что ровно через 90 лет род Романовых прекратится. Род Романовых шел по мужской линии, как вы знаете. Более того, лже-петр Первый, этот Анатолий, он, когда вступил на престол, как вы знаете, он решил взять себе новую жену. И вот тут вот возникает удивительная вещь. Он себе новую жену взял не из княжеского рода, не из графского, и даже не из дворянского. Он отбил ее уменьшиком. То есть отбить у своего подчиненного, его женщину, какой царь вообще мог бы вообще подумать о таком поступке? Что завыли волками-то? Что завыли волками-то? А я сказал, свадьбе быть! Но, поясняется, что и меньшиков-то, оказывается, ее отбил у нижних чинов. Это вообще была какая-то прибалтийская дама легкого поведения. И вот она стала русской императрицей Екатерины Первой. Ну, как вы думаете? Опять-таки, если реальный Петр так боялся воды и так боялся, так сказать, плавать на корабле, скажите, пожалуйста, бросился бы он в плавь кого-то спасать во время новой дни? Совершенно нелогичный поступок. Не слышу в словах твоих ни ума, ни резону. А если это был какой-то нижний чин, который привык к абордажному бою? Еще раз повторяю, абордажный бой, вообще говоря, это не дело даже офицеров. Это обычно дело нижних чинов. Ну, это вот был некий человек, который заменил Петра. Ну, он, конечно, он сделал то, что он делает привычно. Да, моряку привычно спасать кого-то, кто упал за борт. Ничего. Кто правый, тот не утоплит. Вот, так что одно с другим, вот как только мы это все сопоставляем, мы видим, что была личность совершенно не та. Не та по внешним чертам. Не та по привычкам. Не та по тем последствиям, которые были сделаны. Ох, все-то у него по-новому. Все-то по-своему. Ха, родовитые бояре вроде как, тьфу. Что касается Академии наук, опять-таки возникает вопрос. Вот мы всегда жили без Академии наук. Академии наук были только на Западе. Возникает вопрос, хорошо ли он сделан или плохо. Казалось бы, если бы реальный Петр был заинтересован в нашей науке, он бы, конечно, отбирал людей типа Ломоносова. Но нет. Как вы знаете, он в основном предполагал, что займут эти места выходцы из Западной Европы. Ну и действительно, нашими первыми историками стали Миллер, Байер и Штетцер. Более того, кто-то провел статистику. За сто лет существования Петербургской Академии наук академиков-историков немецкого происхождения было где-то там 101 или 103, а русских академиков из русского этноса было всего три человека, одним из которых был Ломоносов. Вот представляете себе соотношение 100 к 3, то есть 3%. Отовсюду их царь сволок, и калмык у него, и араб, и литвин, и... Поэтому все заседания отдела истории Русской Академии наук шли на немецком языке. Теперь представьте себе, как представляли себе русскую историю немцы. То есть они нам привнесли так называемую нормандскую теорию. Нормандская теория совершенно неверная в своей основе. Кстати, как и вызванный ею антинорманизм. Потому что у норманизма были перехлесты, но были и правильные положения. Какие правильные положения? Правильное положение, что Рюрик пришел из Германии. Но тогда она была не Германия, тогда она была Россия. Вот в чем дело. И жили там русские люди. Поэтому когда антинорманисты говорят, что не было прихода в Западную Европу, был такой приход. Но пришли-то русские люди. То есть это, по сути дела, был визит одних русских к другим русским. Одни проживали на территории современной Германии, другие на территории современной России. Более того, никто Рюрика в гости не звал. И в этом смысле антинорманисты правы. А о том, что его якобы призвали, я прочитал в Радзавиловской летописи на месте подчистки одной из миниатюр. То есть эти слова были вписаны гораздо позже. На самом деле никто его не звал, да и бессмысленно звать человека, который овладевал всем миром. То есть он выбирал себе такие пункты на территории Земли, которые не очень известны были в Западной Европе. И поэтому он выбрал и Ладогу, и Великий Новгород. Так что я к тому, что если бы реальный Петр захотел делать Академию наук, он бы стал разбираться в том, что сделал Рюрик и его потомки, Рюриковичи. А в данном случае, поскольку Романовы специально держали курс на Рим, что выразилось в их фамилии, этого делать не надо было. Поэтому понятно, если, скажем, подмена Рюриковичей Романовыми был первый шаг в сторону Западной Европы, то Петр I сделал второй шаг в сторону Западной Европы. И, как вы знаете, после него, точнее, после Лжепетра у нас вообще появилась масса иностранцев на троне. Появились Елизавета, появилась Екатерина II. Хотя Екатерина II была пронизана духом русского народа, но все равно она по происхождению немка. Ну и так далее. Вплоть до того, что жена самого последнего российского императора тоже была немка. Итак, что такое Петр I? Значит, еще раз, краткое резюме. Было два Петра. Один подлинный, Петр Алексеевич, второй ложный, Анатолий. И вот напрасно мы будем связывать какие-то большие, большой прогресс России именно со вторым, с подложным Петром. Но историки почему-то эту тему обходят стороной. Ну и понятно почему. Значит, в царское время они обходили стороной, потому что была еще на троне династия Романовых. Кто так я? Кто такие я? Как это против них можно говорить, понятно. А в советское время все, что касалось царей и вообще царских династий, было как бы убрано из истории, потому что самое главное достижение истории – это войны и революции. Такой был курс исторической науки в школах до Великой Отечественной войны. Ну вот, так что смотрите сами. У нас было несколько подмен, в том числе и вот это, очень серьезно. И ты из-за такой безделицы пойдешь, супротив воли мне? Хочу, чтоб Россия моя, подобно небывалому фрегату, сошла со стапелей и в плавании. На зависть всем державам. Это что? Праб ленивый, лукавый. Это фрегат или лукошка дырявая? Хороша немская водица! Вот! Остудитесь, остудитесь!